Субтитры сделал DimaTorzok А можешь рассмотреть на меня, как тебе хочется? Я почитаю тебе о Генри Его рассказ, который называется Дарый волхвов Это один из моих любимых рассказов у этого автора 1 доллар 87 центов Это было все Из них 60 центов монетками по 1 центу За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бокалейщиком Селенщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения Которая вызывала подобная перешливость Делла пересчитала 3 раза 1 доллар 87 центов А завтра вечерство Единственное, что тут можно было сделать Это улыбнуться на старенькую кушетку И зареветь Именно так Делла и поступила Откуда напрашивается философский вывод Что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок Причем вздохи преобладают Пока хозяйка дома проводит все эти стадии Оглядим самый дом Меблированная квартирка за 8 долларов в неделю В обстановке не то чтобы вопиющая нищета Но скорее красноречиво молчащая бедность Внесу на парадной двери ящик для писем В щель которого не протиснулось бы ни одно письмо И кнопка электрического звонка Из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука К зиму присовокуплялась карточка с надписью Мистер Джеймс Дилингем Юнг Дилингем развернулась во всю длину В недавний период благосостояния Когда обладатель указанного имени получал 30 долларов в неделю Теперь, после того как этот доход понизился до 20 долларов Буквы в слове Дилингем подускнели Словно не на шутку задумавшись Они сократили цель им скромное и непритязательное д Но когда мистер Джеймс Дилингем Юнг приходил домой И поднимался к себе на верхний этаж Его неизменно встречал возглас Джейм И нежные объятия миссис Джеймс Дилингем Юнг Уже представленные вам под именем Деллы А это, браво же, очень мило Делла кончила плакать и пришлась пуховкой по щекам Она теперь стояла у окна И онлоглядела на серую кошку Прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора Завтра вождество А у нее только 1 доллар 87 центов на подарок Джейму Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент И вот все, чего она достигла На 20 долларов в неделю далеко не уедешь Расходы оказались больше, чем она рассчитывала С расходами всегда так бывает Только 1 доллар 87 центов на подарок Джейму Ее Джейму Сколько радостных часов она провела Придумывая, чтобы такое ему подарить к Рождеству Что-нибудь совсем особенное Редкостное, драгоценное Что-нибудь хоть чуть-чуть достойное Высокой чести принадлежащее ему В простенке между окнами стояло трюмо Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо Восьмидолларовой перерывной квартиры Очень худой И очень подвижный человек может Наблюдая последовательную смену отражений В его узких створках Составить себе довольно точное представление Собственной внешности Делли, которая была хрупкого сложения Удалось овладеть этим искусством Она вдруг отскочила от окна И бросилась к зеркалу Глаза ее сверкали Но с лица за 20 секунд сбежали краски Быстрым движением она вытащила шпильки И распустила волосы Здесь нужно вам сказать, что Учитывая Джеймс, Диленгем Юнг Было два сокровища Составлявших в предметах гордости Одно — золотые часы Джейма Принадлежавшие его Цу и Деду Другое — волосы Деллы Если бы царица Завская Проживала в доме напротив Делла, помыв голову Непременно просушивала по окна Разбущенные волосы Специально для того, чтобы Заставить померкнуть все наряды И украшения ее величества Если бы царь Соломон Служил в том же доме швейцаром И хранил в подвале все свои богатства Джейм, проходя мимо Всякий раз доставал бы часы из кармана Специально для того, чтобы увидеть Как тот рвет на себе бороду от зависти И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались Блестя и переливаясь Точная струйка штанового водопада Они спускались ниже колен И плащом окутывали почти всю ее фигуру Но она тотчас же, нервничая и торопясь Принялась снова подбирать их Потом, словно заколебавшись С минуты стояла неподвижно И две или три слезинки упали на ветхий красный ковер Старенький коричневый жакет на плечи Старенькую коричневую шляпку на голову Изметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах Она уже мчалась вниз на улицу Вывиска, у которой она остановилась, гласила Мадемуазель Сафрани Все возможные изделия из волос Делла взбежала на второй этаж И остановилась, с трудом переводя дуло Не купите ли вы мои волосы? Спросила она у мадам Я покупаю волосы, ответила мадам Снимите шляпу, надо посмотреть товар И снова застроился каштановый водопад Двадцать долларов, сказала мадам Привычно взвешивая на руке густую массу Давайте скорее, сказала Делла Следующие два часа пролетели на розовых крыльях Прошу прощения, за избитую метафору Делла рыскала в магазинах в поисках подарка для Джима И наконец она нашла Без сомнения Это было создано для Джима и только для него Ничего подобного не нашлось в других магазинах А уже она все в них перевернула вверх дном Это была платиновая цепочка для карманных часов Простого и строгого рисунка Пленявшая истинными своими качествами А не показным блеском Такими и должны быть все хорошие вещи Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов Как только Делла увидела ее, она поняла Что цепочка должна принадлежать Джиму Она была такая же, как сам Джим Скромность и достоинство Эти качества отличали обоих Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу И Делла поспешила домой с 87 центами в кармане При такой цепочке Джиму в любом обществе Незазорно будет поинтересоваться, который час Как невеликолепны были его часы А смотрел он на них часто украдкой Потому что они висели на треном кожаном ремешке Дома оживление Деллы поулюглось И уступило место предусмотрительности и расчету Она достала щипцы для завивки Зажгла газ И принялась исправлять разрушения Причиненные великодушием в сочетании с любовью Это всегда тягчейший труд, друзья мои Исполинский труд Не пришлось сорока минут Как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками Которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку Удравшего с уроков Она посмотрела на себя в зелках Сверхглотовки Внимательным и критическим взглядом Ну, сказала она себе Если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет Он решит, что я похожа на хористку с Гони Айленда Ну что же мне было делать? Ах, что же мне было делать? Раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов Семь часов кофе был сварен Я раскаленная сковорода стояла на газовой плите Дожидаясь бараньих котлеток Джим никогда не запаздывал Делла сажала платиновую цепочку в руке И уселась на краешек стола поближе к выходной двери Вскоре она услышала вышаги внизу на лестнице И на мгновение побледнела У нее была привычка обращаться к Богу С коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей И она торопливо зашептала Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась Двери отворились Джим вошел и закрыл ее за собой У него было худое, озабоченное лицо Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей Ему уж давно нужно было новое пальто И руки мерзли без перчаток Джим неподвижно замер у дверей Точно сеттер, учуявший, перепела Его глаза остановились на Делле С выражением которого она не могла понять И ей стало страшно Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас Ни одно из тех чувств, которые можно было бы ожидать Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда И лицо его не меняло своего странного выражения Делла соскочила с стола и бросилась к нему Джим, милый, закричала она Не смотри на меня так Я стригла волосы и продала их Потому что я не пережила бы, если бы мне нечего было подарить тебе к Рождеству Они опять отрастут Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе У меня очень быстро растут волосы Но поздравь меня с Рождеством, Джим И давай радоваться празднику Если бы ты знала, какой я тебе подарок приготовила Какой замечательный, чудесный подарок Да я стригла волосы Спросил Джим с напряжением Как будто, несмотря на усиленную работу мозга Он все еще не мог осознать этот факт Да, да, стригла и продала, сказала Делла Но ведь ты меня все равно будешь любить Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами Джим недоуменно оглядел комнату Так значит, твоих кос уже больше нет Спросил он с бессмысленной настойчивостью Не ищи, ты их не найдешь, сказала Делла Я же говорю, я их продала А стригла и продала Сегодня зачельник, Джим Будь со мной полосковей, потому что я это сделала для тебя Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать Продолжала она И ее нижний голос вдруг звучал серьезно Но никто, никто не смог бы измерить мою любовь к тебе Жарить котлеты, Джим И Джим вышел из от запьянения Он заключил свое дело в объятии Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением Какого-нибудь постороннего предмета Что больше? Восемь долларов в неделю? Или миллион в год? Математика или мудрец дадут вам неправильный ответ? Волхвы принесли драгоценные дары Но среди них не было одного Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол Не пойми меня ложь, Нателл Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопил Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу Последовал крик восторга Тотчас же, увы Чисто поженки, сменившейся потоком слез и стонов Так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства Имевшиеся в распоряжении хозяина дома Ибо на столе лежали гребни Тот самый набор гребней, один задний и два боковых Которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Братвея Чудесные гребни, настоящие черепаховые, сделанными в края блестящими камешками И как раз под цвет ее каштановых волос Они стоили дорого, Делла знала это И сердце ее долго изнывало и томилось от неспыточного желания обладать ими И вот теперь они принадлежали ей Но нету же прекрасных коз, которые украсил бы ее вожделенный блеск Все же она прижала гребни к груди И когда наконец нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы Сказала У меня очень быстро растут волосы, Джим Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный коденок И воскликнула Ах, боже мой Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони Матовый драгоцинный металл, казалось, сыграл в лучах ее бурной искренней радости Разве не прелесть, Джим? Я весь город оббегала, покуда нашла это Теперь ты можешь хоть сто раз в день смотреть, который час Дай-ка мне часы Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе Внучше вместо того, чтобы послушаться Лег на кушетку Подложил обе руки под голову и улыбнулся Дэл, сказал он Придется нам пока спрятать наши подарки Пусть полежат немножко Они для нас сейчас слишком хороши Часы я продал Чтобы купить тебе гребни А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях Были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди Они-то и завели моду делать рождественские подарки И так как они были мудры, то и дары их были мудры Может быть, даже заговоренным правом обмена в случае непригодности А я тут рассказала вам ничем не примечательную историю Про двух глупых детей Из восьмидолларовой квартирки Которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга Своими величайшими сокровищами Но да будет сказано Над свиданием от вецам наших дней Что из всех дарителей Эти двое были наимудрейшими Из всех, кто подносит и принимает дары Истинно мудрые, лишь подобные им Везде и всюду Они и есть волхвы Разве это не прекрасная история?